Добрый вечер, извините, я задерживаюсь. Давайте связь проверим. Хорошо. Меня зовут Юлия Владимировна. Тема у нас сегодня – «Основные заболевания кожи собак. Сиптомы диагностики лечения». Да, конечно. Проблемы с кожей у собак, мы говорим о собаках, но помимо собак еще кошки есть. У собак могут случаться по разным причинам. К ним относятся аллергические реакции, внешние раздражители – это блохи, клещи, волосоеды, также вирусы и бактерии. Причинами кожных заболеваний у нас могут служить внутренние и внешние. Чтобы установить причины, нам нужно сделать необходимые анализы. Существует несколько основных факторов, которые способствуют проявлению развития кожных заболеваний. Это значит наследственные заболевания. Некоторые породы предрасположены, породная предрасположенность. Некачественное питание – это дешевые корма, мы знаем. когда проблемы с печенью возникают проблемы с кожей. И недоброкачественные питания и вода могут вызвать также аллергические реакции, происходит также проблема с кожей, и охватка микроэлементов. А также городские условия жизни – это когда, допустим, животное живет в городе, у нас загрязненный воздух в городе, это может быть как причина. И различные другие, например, зимой реагенты тоже могут вызывать, в основном на лапах, но могут тоже вызывать реакции. Одна из самых распространенных у нас является аллергия. Это образуется наследствие определенных каких-то веществ, которые вызывают раздражение в организме животного, и иммунитет начинает вырабатывать гистамин. Это у нас биологически активное соединение. Ну, когда она взаимодействует с кровными телцами, у нас проявляется воспаление. Значит, аллергии у нас могут вызвать какие-то новые продукты, ну, либо недоброкачественные, да, плесень, пыль, бытовая химия, укусы насекомых, лекарства и пыльца растений. Значит, ну, во-первых, аллергические, значит, у собаки появляются, ну, признаки аллергии, да, клинические. У собаки появляется у нас, значит, сыпь. Преимущественно сначала она может появиться на животе. Зуд. Если это реакция, там, на растение, да, либо бывает, ну, когда быстрая реакция идет, может саливация начаться в своем течении обильное. Насморк на растение чаще всего, да, или на новые запахи какие-то. Кашель может начаться также на растение. Могут быть отеки чаще на укусы, при пухлости. Также на корм, на какой-то недоброкачественные, либо на новые добавки. И если не лечить, то в дальнейшем могут появиться гнычки на теле, да, и зуд будет беспокоить животное. Также у нас помимо аллергических причин заболеваний кожи, являются паразитарные. Чаще всего, конечно, подвержены уличные животные бродячие, но домашние тоже могут болеть. Значит, в основном это блохи, клещи. В домашних это меньше, да, потому что их обрабатывают. Вот. Значит, признаки бывают разные. Если это татоктоз, там, допустим, да, то это, ну, клещи, то это могут быть, значит, с ушами проблемы, там, коричневые отделения, да, изобитых шеи, серые. Уши могут, ну, кожный покров меняться на ушах. Зуд в области лап, может быть. Не обязательно. Зуд на голове, шеи, да, раны, залысины могут образовываться и появляться перхоть. Шерсть упадает. Следующий, ну, следующая классификация у нас идет грибковые. Также проблемы с кожей. Они у нас чаще регистрируются о молодых животных, тогда, когда еще организм только, ну, как бы, крепный, да, еще не совсем окреп. У грибов, в частности. Значит, распространяются грибы у нас при помощи спор, и чаще всего мы встречаем грибов до пяти. На теле животных появляются залысины. Не обязательно может быть зуд. Зуд может присутствовать, может отсутствовать. Значит, при трехтии может быть поражение около локтевого ложа, да, ну, и где когти, когти слоиться могут, пожелтеть и не могут. Значит, могут узелки и образовывать, вот как на лапе, например, да. И мы когда сдаем на грибковые анализы, то чаще у нас приходит положение. Значит, из некоторых поражений могут выделяться гнойные истечения. Значит, ну, про микроспории, да, можно увидеть зеленое свечение, но у микроспории она будет округлые пятна, как яблоки, кругленькие, ограниченные. Значит, вот я сказала не всегда, да, кожа образуется узелки, и у микроспории будет округлые пятна. Значит, бактериальные следующее. Следующее. Это у нас, они у нас называются следствием вредоносных бактерий, да, это стифлококк, стриптококк. Мы знаем, что на коже у нас все это есть, но при каких-то травмах, да, или когда иммунитет снижен, заболевание начинает десировать. Значит, заболевание будет проявляться в виде наружной инфекции, может быть на бедрах и на животе животного, в области анального отверстия. Бывает, как к нынечке на животе. Значит, также может быть в области головы, это нос, губы, без, естественно, без лечения, своевременное. Особенно у маленьких щенков бывает, если иммунитет ослаблен, то где-то в месяц, да, три недели у щенков бывает, погибать могут, и поражать внутренние органы, и также полностью наружные покровы больших взрослых. Так, ну, симптомы общие, да, у нас, это повреждение при кожных заболеваниях, повреждение кожного шерстного покрова, зуд. А животное активно чешется, вылизывает, ну, чаще кошки, вот эти зуды чешутся, повышение, может быть, температуры, не у всех, отсутствие аппетита, потому что зуд начинает беспокоить, и они становятся животными темными. Тревожность. Возникают отеки при пухлости, на конечностях могут в области пораженных участков, гнойные ранки, перхоть на шерсти, и выделение зушной, зушных раковин. Значит, первая проблема, которую мы будем рассматривать, это кожная патология, которая связана с иммунной системой. Значит, иммунная система у нас состоит из органов и клеток, да, макропавок, которые защищают организм, и от внедрения чужеродных агентов, к которым относятся вирусы, бактерии. А когда происходят аутоиммунные проблемы какие-то, да, то в системе у нас происходит сбой, и антитела, они начинают атаковать собственные клетки, и поэтому происходит проблема, не распространение. у нас в основном 4, да, пузырчатки, у которых видно, листоидная, бульгарная, она еще обыкновенная, чаще она встречается, вегетирующая пузырчатка и эритоматозная. Значит, вегетирующие ее крайне редко вообще встречают, ну, эритоматозная тоже, чаще всего диагностируют всегда обыкновенную. Значит, при пузырчатке поражение, клинические признаки и поражения будут на губах, слизистых, ну, соответственно, на ртовой полости не могут быть, на веках, аналитных отверстий, и на здрах, и половых органов самки. Значит, иногда можно увидеть пузырьки в подмышечных впадинах и в паховой области. Там чаще всего поражения при других кожных заболеваниях возникают. Значит, изначально они могут, воспитания эти могут как крапивницу напоминать. Значит, образуются пузырьки с тонкой кожей, и они при прокосновении лопаются. И образуются мокнущие очаги красненькие, пляшки. Значит, при вегетирующей пузырчатке пораженной кожи она будет утолщаться. При листовидной, листовидной пузырчатке она поражает морду, уши, ртовую полость, образуются пузырьки, да, также образуются корки, покраснение, шелушение будет элопеция. При запущенной стадии будет распространяться на лапу. Эритоматозная пузырчатка она похожа с листовидной, также поражения будут в области носа. Чем это опасно? Ну, иммунитет снижается животное и животное становится восприимчиво ко всем остальным инфекциям, которые могут присоединиться во время этого заболевания. Ну, и сепсис может развиться. Диагностика. Ну, осмотр, понятно, да, для диагностики необходимо сдавать анализы. Значит, цитологический анализ берутся ну, там, содержимый кусочек. Значит, анализ на антиядерные антитела при пузырчатке он отрицательно показывает. Дальше, значит, дерматологические анализы проводят, да, и диапсии могут провести. Значит, если во время диагностики хотя бы один из методов показывает положительный, то диагноз ну, это пузырчатка. также, если могут понадобиться дополнительные исследования, да, это если есть вторичная инфекция, это при любых поздних заболеваниях, тогда что они очень похожи дерматофиты, потому что при некоторых видах похожи поражения, да. Значит, поверхностную эпидермию, лекарственные дерматозы, ну, и так далее. лечение, ну, чувствительность аллергическая какая-то укусы насекомых, вот, и лечение. Основной из препаратов это является у нас, ну, как бы, когнизолан, да, его назначают в больших дозах эмунсульсивных. Значит, вначале требуется где-то 2-6 мг препарата на килограмм веса животного, а в дальнейшем постепенно его уже, ну, там, через 2 недели его уже начинает снижать в течение месяца. Значит, лечение пожизненное, не лечить это заболевание. Бывает такое, что протезолан оказывает малоэффективные, ну, значит, эффект, они очень эффективные. И тогда назначают дополнительные препараты, к ним может относиться, также используют уже после него доксиметазон и тринциналон. Вот, его назначают, значит, ну, после протезолона его назначают там 1 мг на килограмм. и также совместно, ну, после протезолона могут назначить азотиоприн препарат, ну, тоже и в редких случаях, уже, когда прям это лечение помогает, тогда уже переходит к следующим препаратам, это циклофосфамид, циклоспорин и холомбуцин. Вот, дает эффект положительный, да, побочные действия, побочные еды не бывают, но не часто. Вот, если соответственно приходит вторичная инфекция, если присоединяется какая-то, то начать антибактериальные терапию. Вот, и лучше всего, как мы говорим в диагностике, сделать посев, чтобы определить чувствительность к антибиотикам, да, не надо любить одного по-другому. Вот, значит, если лечение у нас, ну, как бы, все мы по схеме лечения подобрали правильно, да, то, в принципе, можно добиться ремиссии и, ну, какое-то время не принимать лекарствами. Но, в любом случае, лечение может быть пожизненное, поэтому животное не нужно питаться. Кожное заболевание, которое вызывает у нас поразительное. Хорошее заболевание, это демодекоз, самораспространенное. Значит, демодекоз у нас является опасным заболеванием, также, для собак, вызываемым эндопаразитами, является трудноизлечимым. Одним из самых трудноизлечимых и практически не лечится это заболевание, потому что живут там постоянно собаки. Значит, демодекоз может носить скрытое течение, длительный период, то есть, например, щенок может болеть, и заболевание может проявиться, например, лет пять-шесть, все это время владелец даже не знает, в общем, как бы, ну, есть демодекоз. вот. Распознать его достаточно сложно, мы это знаем, потому что, когда мы сдаем скобы, они всегда его обнаруживают. Значит, демодекоз также опасен для человека, но человек от собаки заболеть не может, так как он отличается видит. Так, домодоксис. Вот так вот он выглядит. Значит, это небольшие клещи, они где-то в длину, получается, на пять миллиметров, прозрачненькие, те, что они длинненькие. И множество конечностей, вот. Значит, паразит выгрызает путь вдоль волоса себе и обеспечит проход фолликулы. Живет домодоксис в потовых и сальных железах, у корней волос. Питается он клетками фолликулы и не, значит, ну и движется по всему эпидермису. Значит, ну, в тоннеле выедает, образует тоннельчики. яйца он вкладывает в корни волоса. практически, ну, как бы, на каждом животном, на каждой собаке он есть. Да, это может быть заражение от матери к щенку, когда она рожает. И, в принципе, животные с ним могут жить и всю жизнь он никак себе не проявляется, как я сказала ранее. да, единственное размножение его размножение начинается, когда снижается иммунная система собаки. И тогда уже животное заболевает. При сильных поражениях проблемы могут быть с внутренними органами и дальше могут присоединиться другие какие-то инфекции. Значит, на размножение клешей и обострение заболевания у нас могут влиять. Это возраст. Чаще всего если это щенки, допустим, слабые, либо это старые собаки. Время года это может быть лето, допустим, в Москве, и в некоторых городах в южных это весна с апреля месяца и по сентябре, где-то по октябре, ну по сентябре, наверное. Наследственная предрасположенность. Есть животные, которые более предрасположены, собаки, которые предрасположены к этому заболеванию. это будут шарпеи. Вообще у них бесполезно, если он заболел этим мотокозом, он может ходить постоянно. Мопсы, бульдоги, весты, немецкие овчарки, у них часто, да, и скотч-терьеры. Также причиной может быть это неправильный уход за животным, питание, различные заболевания желудочно-кишечного тракта, ну влияют и грибки, стрессовое состояние, когда животные там перевозят часто, да, или какой-то, ну в общем, какой-то стресс. Дальше, ну ослабление иммунитета, понятно, и контакт с зараженными животными. Вот. Значит, это признаки, которые у нас влияют на развитие заболевания. Виды демодекоза. Он бывает локальный, генерализованный, постулезный, а тот демодекозный, который сушеный, да, под виды демодекозы. Значит, локализованный, это очаговый, он у нас считается одним из самых таких не тяжелых, легкая форма, вот, проявляется при снижении иммунной системы, это может быть у самок после родов, либо во время беременности. на коже образуются покрасневшие участки, любимые места демодекозы это, изначально, это шея, это подмышечные тоже, патины, и живот, это, ну, самое начало, да, и, тоже может быть где локти, потом уже распространяется, ну, чаще шеи, значит, вокруг глаз может быть окраснение, либо выпадает шерсть к щенкам. При демодекозе зуд очень сильный, животное возбужденное, то есть оно раздраженное, появляются чешуйки, и кожа становится такой плотной, роговевший, эпитермис уплотняется, и он трескается, и вот локализованно вот такой вот будет. Значит, два пути развития его есть, это, если животное самостоятельно выздоровлялось, в том случае, когда у животного достаточно хороший иммунитет, это происходит не очень быстро, да, до трех месяцев может занимать, ну, может не понадобиться никаких, значит, препаратов. Значит, и второй путь, это когда заболевание переходит уже в более осложненную генерализованную форму, и тогда уже означает лечение. Значит, генерализованный, значит, оно уже более тяжелое заболевание, значит, это тогда, когда клещ уже распространяется по всему организму, в первую очередь, у нас в любом случае страдает кожный покров животного, и, значит, также присутствует суд, у овчарок немецких часто бывает, они лижут до экзем, значит, от животного исходит неприятный запах, ну, если вы видели и встречает демодекоз, в принципе, этот запах знаете, значит, то есть запах гниения, и собака когда заходит, от нее прям этот, ну, она источает этот запах, и, чем чаще хозяин хочет избавиться от этого запаха, он начинает мыть, она еще больше воняет. Значит, оно прогрессирует в заболевании, и, вплоть до того, что животное может потерять полностью шерсть, значит, если животное иммунитет сильный, животное также может произойти излечение, но это в редких случаях практически не бывает. Вот, значит, вылечить его невозможно, сложно, очень долго, упорно, в конце мы поговорим, вылечить. Значит, помимо того, что происходят проблемы внешние, жезут, выпадение шерсти, лапеции, болячки, да, животное, нервозное, перестает есть, также могут быть проблемы с внутренними, с внутренними органами. Это проблемы с пищеварением, сердечно-сосудистой системы. Значит, может появиться у животного у нас и вот, соответственно, будет отказ от снижения аппетита. Ювелирный, ювелирный, он относит у нас к генерализованному виду, он как подвид считается. Значит, это заболевание, он у нас испытается от больной матери к потомству, когда щенки рождаются. Значит, чаще всего болеют у щенков проявляется и появляются вот такие вот, ну, как круглые, могут покраснение быть вокруг глаз. Значит, в принципе, когда щенок еще маленький, его не трогают и никаких лечебных манипуляций не применяют, максимум можно, там, может, симулятор какие-то, значит, чтобы он где-то щенка креп. Дальше он, возможно, сам с этим справится. Пустулезный, значит, он у нас возникает как самостоятельное заболевание и отличается тем, что на пораженных участках образуются, как узелки. Они могут, из них могут, и может сочиться гной. Значит, изначально выглядят как обычные волдыри. Значит, через какое-то время, через, там, полмесяца, через месяц они локаются и выделяется жидкость из них. также от животного неприятно пахнет. Значит, в любом случае, при лечении домотокоза, всегда нужно, значит, повышать иммунитет, да, вот, и здесь, в принципе, в лечении это заключается. и последнее, которое я говорила, это, отодемодокоз и пододемодокоз, это разновидности уже, значит, локализованного демодокоза. Значит, отодемодокоз, это воспаление внутреннего органа, не так часто вы видите демодокоз в ушах, но бывает. встречала я один раз, не так часто просто смотрим, но было. Значит, также будет сильный зуд, и этот зуд может быть также не только ухо, но и вокруг ушей, и образовываются также лапеции, покраснения, да, мухающие цемы. Значит, появляются черные струби, черные корочки в ушах, и в шерсть упадает. Пододемодокоз, пододемодокоз, это воспаление эпидермиса на лапах. Тоже бывает и мокриды часто. Значит, также могут быть там ранки. Часто это спаниелик появляется. И сначала на одной, кончится на другой. Проблема всего в том, что при диагностике не всегда мы его можем обнаружить. Значит, диагностика у нас. Ну, да, клинические признаки, при осмотре, сборе анамнеза, мы можем предположительно сделать как бы заключение, что это демодокоз. Ну, нужно сдавать определенный анализ. Значит, это обязательно глубокий соскоп делать в масле, да. Вот там, мы должны скоблить до сукровицы, и брать соскоп мы должны из нескольких очагов, не только с одного. трехоскопии волосы, это компьютерная диагностика волосяной структуры, холик, не знаю, где у нас лаборатория. И изучение родословные, то есть анализы, на наличии были ли у родителей демодокоз, брали ли анализы, либо стоит, допустим, если мы не можем взять у родителей. если вместе живут, есть контакты, ну, данные какие-то. Вот, значит, при помощи там глубокого соскопы, да, там, микроскопии, мы можем увидеть клеща. Если повезет, то мы можем увидеть много, как отодокоз. Лечение, значит, ну, смотрите, лечение, стрижка, понятно, что мы всю собаку не пострижем, да, мы состригаем участки, только те, которые пораженные, до здоровой ткани. Вот, и обрабатываем, мы должны обрабатывать шерсть и кожу антисептиком. Есть различные средства для мытья животных, ну, мне всегда все равно был случай, сейчас вот, не было, какие бы новые препараты не появлялись, мне стомозан нравится больше. Раз в десять дней им обрабатывают, несколько раз моют животное, в принципе, это хорошо помогает. значит, постригли. Раны мы слушаем, ну, и обрабатываем, как обычно, да, антисептиком, там, мази какие-то применяем, подслушивающие, заживляющие, обрабатываем, значит, обрабатываем пораженные участки. Используем заживляющие мази, инъекции, для введения клеща из организма. Значит, для этого есть такие препараты, как Ивермек, иммунопаразитан, там, ну, все, что относится к вермитину. Надо помнить, что шелтикови, да, они нельзя колоть некоторым породам этот препарат. Ну, они хорошо реагируют на иммунопаразитан. Вот, им можно просто, в принципе, делать, повышать иммунитет. Антибактериальные препараты, это если присоединяется и мы видим какую-то вторичную инфекцию, но лучше тоже сделать посев. Иммунную стимуляцию обязательно, нам нужно поднимать иммунитет животного, какие препараты вы выберете, это уже зависит от вас. Вот, обязательно нормализовать питание, да, если это натуральное, значит, он должен быть сбалансированный с витаминами, если это суси-корма, значит, оно тоже должно быть хорошего качества. Значит, животное, это должно быть изолировано, оно не должно находиться в контакте с другими животными. На время лечения желательно даже то, что человек не может заболеть от собаки, все равно детей держать подальше. и иммунитет все равно могут привести на выточное раздвижение на кожу. вот, вот, все средства, там, средства, ну, игрушки, миски, там, подстилки, все обрабатывают также раз в неделю, в принципе, там, тем же самым антиститическим раствором. значит, Ивермек, мы можем применять, да, ну, еще нашла данные, что бровекту можно, не знаю, как бровекту работает, потому что, давно я не лечила эту манипозу. Мази, значит, есть серная, есть подсушивающая цинковая мазь, она очень хорошая, в аптеке она вообще стоит копейки. Некоторые применяют шампуни, доктор Зоофит Элита, ну, мне нравится только токсин, астамозан. Это единственное средство, наверное, которое очень хорошо убивает этого клеща. Вот. И иммуностимулятор. Какого вы выберете, это уже ваша. Значит, ну, все. Ну, и, соответственно, желательно это все отразить, что у этого животного есть. Если уже лечили, да, животное такое является репродуктивным, то эти ну, как бы данные нужны, потому что щенки могут быть тоже больными. Так, вот здесь в пазме, да, иернитин, 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 боровекта, иммунопаразитант, может кто-то пометить, иммунопаразитант, по крайней мере, может этим. коля щелки. Следующий у нас стрихопития. 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 появляются залысины на шерсти, и они могут чесаться. Значит, можно с животным общаться, но достаточно аккуратно. Стрихопития считается инфекционным заболеванием, которое называется грибком, которое заболевает животное. Грибок этот может быть как на других больных животных, на предметах обихода, где-то на игрушках, на спальном месте, если был контакт с животным, больным. Значит, возбудитель сохраняется на животном, активность сохраняет на теле животного на протяжении нескольких лет. допустим, пролечили, да, через какое-то время, в смысле, самолитет может болеть, или заразить кого-то. Значит, что для этого грибка опасно? Вообще, для грибов опасны высокие температуры, воздействия высоких температур, и когда нет доступа кислорода, так как он с формой размножается, и нужно все равно кислород к нему. Но это потом во время лечения тоже обвисел, что можно делать. Так же и для микросфории. Вот. И поэтому солнечные научили могут за несколько часов удалять, ну, уничтожать его. Значит, чаще всего заболевания происходят при прямом контакте с больным животным. Болеют чаще всего молодые, те, у кого еще не окрепы иммунитета, и заболевания приходят весна, осень. Ну, весной могут болеть. гриб. зона риска это бродячие животные. Значит, при трехфетии поражаются все слои кожи, может, может, еще быть, еще есть грибковое заболевание микросфории, да. она делится на зоофильные и антропофильные. Так, симптомы. у нас, значит, округлое образование будет, да, ограниченные могут быть такие пятна. Значит, животное будет повышено, иногда может быть, иногда отсутствует при этих заболеваниях. Это поражение может морщи, кожа может морщинистая быть, при микросфории может быть, наоборот, гладкая кожа, да, и будет круглый ореол, как бы покрасневший, вот, покраснение кожи вокруг. Вот такой вот, тут как больше при микросфории, оно будет красный и вокруг будет ореол. диагностика. Диагностику, значит, устанавливают ультрафиолетовая лампа, у нас используется, и глубокий сископ кожи, и полученный материал и волосы мы отправляем в лабораторию, да, для определения. вот так вот тоже может выглядеть микросфории, что говорят, да, как конь, яблоко, если после первой инъекции вакдерма может, допустим, быть достаточно, ну, как бы, объемное обсеменение грибом в тех местах, где появление, где оно, это обсеменение было. Если не лечить, то животное, ой, животное, заболевание достаточно серьезное, и может также вызывать различные проблемы и внутри, ну, со всем организмом. лечение. Применяю чаще всего грязиофульвину, препараты, которые содержат грязиофульвин, но их нужно аккуратно, потому что у этого достаточно компонент тяжелый, и не все животные, даже люди могут его хорошо переносить. Значит, ну, обрабатывать участки пораженные, да, и вакцины. И также иммуностимуляторы, витамины, препараты можно, что угодно. Значит, здесь идет как у нас. Есть таблетки грязиофульвин, да, которые содержат грязиофульвин, да, некоторые применяют таблетки. Есть препарат ветеринарии у нас, это термикоцит. Он содержит грязиофульвин, инъекционный, очень хорошо лечит и трехпяти, и микроспориум, грибковые, делают эти заболевания, даже грибы, когда вам приходит просто положительно на грибы, но вы не знаете, какой там вид грибы, они определили. Он хорошо, но только там строго по дозировке нужно. Единственное, что он практически через одну вызывает аллергическую реакцию у кошек и собак, поэтому его нужно колоть с антигистамином в любом случае, да. вот. Дальше, значит, у нас идет мази, да, разные. Для котят мы можем там применять и для щенков, для маленьких. это спрей, фунгин, да, и очень популярна масья. ям. Многие не хвалят ее, я вам могу сказать в ее оправдании о том, что сейчас я говорила выше, когда, что грибы погибают при воздействии высоких температур. Масья, она изначально вызывает небольшой термический ожог на месте поражения, и поэтому ее применяют один раз в три, там, в пять дней, вот, эту мазь, и она оказывается очень, ну, оказывает очень положительный результат на лечение при грипповых заболеваниях. Единственное, что здесь нужно учить, можно помазать каждый день, но если ее смешать с кремом, с каким-то, то есть она будет более мягкой. Раньше, ну, и сейчас некоторые применяют препарат йодаформ, например, да, но йодаформ, он очень сильно сжигает, и может очень сильно вызвать ожоги, но йодосодержащие препараты, они точно так же воздействуют термически, вот, и масьям, она так же закрывает поры гриба, и гриб не сдышит, соответственно, вызывает гибель. Ну, можно объяснить, почему раньше, да, лечили там серые, допустим, грибковые заболевания. Значит, поэтому в этом случае, так как у нас, допустим, грибы погибают только при воздействии высоких температур, то все подстилки, ну, игрушки, можно обрабатывать при помощи бактерицидных ламп, да, класть, а то, что мы не можем обработать бактерицидными лампами, должно проглаживаться утюгом желательно. То, что можно прокипятить, кипятится при высокой температуре. восприимчивым, больным заболеванием дома, в семьях, это маленькие дети, чаще всего до трех лет, и, ну, беременные, соответственно, и пожилые люди, также те же люди, которые, у которых есть какие-то хронические заболевания, да, и проблемы с иммунной системой. Поэтому, когда животное болеет в домашних условиях, этим людям лучше не контактировать животным. если обнаруживается у ребенка, то те же самые, в принципе, меры гигиены, то есть руки мыть, и обязательно проглаживать все утюгом, когда грибы погибают. Профилактически с лечебной целью применяются вакцины, да, микродерм, поливак, вакдерм, ну, по инструкции их колют, иногда достаточно 2 инъекции, иногда 3 инъекции, но лучше всего сделать 3 инъекции, колоть нужно в разные лапы обязательно, лапы чередуем и запоминаем, потому что, если мы укололи на вакдерм особенно, дает такую реакцию, часто, да, если мы укололи в одну и ту же лапу, то может быть абсцесс. Колоть нужно глубоко в мышцу, никаких инсулиновых лицов мы не применяем при лечении, когда мы делаем вакдерм или поливак. почему, потому что в глубокую мышцу при помощи инсулинового шпица вы не попадете, соответственно, чаще всего развиваются абсцессы на месте инъекции. Вот, да, может быть, индивидуальная чувствительность и абсцессы, мы вот сами, ну, как бы, не зависим от этого, но чаще всего это идет ошибка врача, потому что врач просто либо ассистент неправильно сделал укол инъекцию и сделал неглубокую мышцу, и лапу разнесло, вот, и владелец бедный боится, переживает, и следующую инъекцию как колоть неизвестно, да, вот. после лечения может быть такой результат на лампе Будды положительно, и нужно забывать, что с лечением в любом случае может остаться еще долгое время на козе, вот, ну, животное будет выздоравливать, а с лечением остаться, ну, да, животное может быть опасным для других, ну, поэтому хигиену соблюдать, а уже, допустим, лечение закончилось, ну, закончилось и закончилось, вот, ну, и все, наверное, надо. А, хорошо, сейчас по двадцатому. Пожалуйста, вам спасибо всем, кто все ушел. Все. Все. Всем спасибо. Если вопросов нет, тогда не буду задерживать вас. Всем спасибо. Пока. Молых.